В общем, вот так это происходит. Одна бон дюэлька. Думал привезти сюда подводную камеру, закинуть оттуда с дамбы, посмотреть, какая рыба здесь плавает вообще. Ох ты, ничего себе, видели? Кто-то вот такой огромный плесканулся. Отвечаю только что-то. А я не знаю, или змееголов, или сазан. Что-то прям огромное. Ничего себе, а я здесь думал, нет крупной рыбы уже. В общем, думал опустить туда подводную камеру, посмотреть, кто там плавает. Но, блин, боюсь, здесь арматуры везде торчат. И если я зацеплю ее, я еще ее потом не вытащу никак. Блин. Что-то я прикормил и клевать перестало. А нет, клюет. Значит, здесь стоит что-то половить такое. Покрупнее может даже донку поставить какую-нибудь. Не знаю. Опять-таки говорю, дно в арматуре. Поэтому зацепы будут 100%. Я вчера попробовал здесь на джиг. Два заброса, два зацепа сразу же. О, дядя Толя подсечку делает, чуть ли сальто назад не делает. С удочкой вместе. Да ладно. Ну, это сазан, как минимум. Нормальная. Ну, что, вы хоть рыбу не ловите, хоть снимать будете? Хоть какое-то участие принимать. Че, я для этого сюда приехал, что ли? А для чего еще? Ну, ты, блин, обордел. А для чего вы сюда ехали? 200 километров. Какой такой? Какие у него здесь, наверное. Бывает. Сейчас две кукурузины. На крупняк чисто. Вы какую? Вареную кукурузу одели? Да не, Бон Дюэль, одевайте. А лучше просто сидите, рыбу снимайте. Отпускайте, ну че вы вцепились? Не, ну че, свою роль вносите в рыбалку? Да. Ты кайфуешь, а я свою роль вношу, да? А чем не кайф рыбу снимать с крючка? А, да, офигенно. Кайф же. Даже самому ловить не надо. Уже готовая. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 он ваш классно там по рыбачили жерех мелкий правда но это на жарешку наловили в облы сейчас пожарим а вечером может быть уху даже сделаем вот фрикцион я не отпускал и не утащил туда в коряги и в принципе не ушел так что нормально о спец по рыбе уже чего сазана тоже сразу почистите а уху будете варить ништяк вот и вот так надо его так надрезать чтобы потом ее поджариваешь так сейчас я сюда так порезать потом соль перец черный красный красный черный перец соль но лишь она стоит заклинание какой надо будет и надо бубны обязательно бубны бубны для подбубные уха и рыбой так вкусно не получается все в общем рыбы хватает думали рыбалки нет толком оказывается есть рыбалки все нормально мы как профессионалы всегда без рыбы никогда у нас не было ну да согласен особенно дима он уже эксперт по рыбалки а я и по рыбалке и по кухне чудно голова затерялась и бубу сразу брат конечно так одна порта в общем по вечеру суда вернулись пока дядя то ли там по плавочку опять я не могу так одно и то же здесь опустил подводную камеру она мне здесь засекла что здесь куча судачка ходит не крупного правда я пришел попробовать его здесь половить сейчас опущу туда вот такую вот снасть зимнюю попробую посмотрю получится не получится будет сносить не будет течением ее слишком сейчас вижу одну воблу а вообще там говорю судака прям много было блин вот какие только здесь ловить а он они плавают судачки сейчас надо как-то опустить под камеру чтобы заснять еще эту поклевку а и и вы вы Продолжение следует... 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 Ну-ка. Почему он так вчера не сделал камеру, а? Не знаю. Если б я знал. А я забыл. Я вчера думал взять ее сюда. Забыл, блин. Сазанчика, конечно, отпустите. Вы что, вы его забрали? А? Ну живые. А что вы вообще его в садок сажаете, такого мелкого? Вот видите, даже такая мелочь схватила. А вон судачок. Даже несколько судачков, видите, по стенке. Как сомики прилипли к стенке. Прям к поверхности поднимаются. Первый раз такое вижу. Смотрите, сейчас я этому судачку попробую спустить. Смотрите, смотрите. Есть. Блин, ушел. Вот он опять, этот судачок поднялся сюда. Я уверен, что это тот же самый прям. Эй, блин. Уже боится. Уже понял, что здесь фигня какая-то происходит. Здесь кто-то трясет, приехал. Кто-то есть. Что это? Жерих, что ли? Бобля. Ну, можете на стиле. Все, жарьте. Каждый шаг у меня, как маленький ребенок. Дима, что это? Дима, что это? Я что, блин? Старший брат, что ли? Да. Как это? Вы же чуть древнее меня. Вот вы и решайте сами. А, я древнее тебе? Ну, чуточку. Да? Ну. Ну и все. Ой, какой кайф. Ну, давайте, дядя Толя. Рассказывайте, ну, свои истории сказочные на ночь. Чтоб ты не спал. Не, ну, не настолько прям страшный. Что-нибудь попроще. Все, не мерзнете. Никто ничего не тронул. Еще одно утро. Дубак сегодня вообще просто нереально холодно. Фу. Но рыбой не стало клевать. Если бы жерех был, он бы вот на это мясо сто процентов-то клюнул бы. Вот здесь кто-то клюнул сто процентов. Никого нет уже. Утащило все. Крючки пустые. Но никого. Блин. В общем, на сама все снасти снял. Нигде никто не попался. В облу поснимали практически со всех. На дном всего осталось висеть. Не знаю, что это было. Или какая-то мелочь поздергивала ее. Или не знаю. У многих возникнет вопрос. Почему ты эти с амори снасти туда не поставил? Где вчера самов рассматривал. Отвечаю. Короче, приехали сюда. Я говорю, дядя Толя, все, надо эти снасти брать. Туда хотя бы парочку поставить. Дети сами там лежат. Ночью, может быть, и возьмут они. Собрались. Все. Где-то примерно через час туда приехали. Там уже толпа машин нас стоит. Ну, в ночь приехали. Я примерно понимаю, зачем они туда приехали именно ночью. Ну, озвучивать не буду. Вдруг ошибусь. Что я думаю? Сейчас дядя Толя еще спит. Холод, говорю, просто нереальнейший. Ну, именно сейчас возьму спиннинг. Еще что-нибудь возьму, какие-нибудь снасти. И пойду туда, наверное. В общем, здесь приехали обычные рыбаки. Я думал, браконьеры будут здесь. Нет, обычные рыбаки. Сом на месте. Все на месте. Я думал, электроудочками будут выбивать. Сейчас никаких снастей особо нет. Блин, и сом уплыл. Пока я туда-сюда, блин. Тей. Е-мое. Ладно, сейчас его найду, попробую. Может, мандулу. Ну, это надо было на ночь ставить снасти. Сейчас, наверное, это уже бесполезно. Он забивается в ямы. И сидит там. В общем, бесполезно. Сами все видите. И так, и так, и сяк. Не хотят клевать. И все. Подплывет. Подплывет, посмотрит. Останавливаешь, не клюет. Чуть дернешь, сразу уплывает. Вон они, целая куча их там. А что толку. Даже вобл один раз клюнуло. Ну, это они вечером только, видать, на закате начинают клевать. Ну, давай, блин. Не, нифига. Самам вообще пофигу им. Не до этого. В общем, с хищника, я так понял, смысла нет его ловить. Никакого. Не клюет нифига. Ну, я взял вот две самячие. На всякий случай. Сейчас попробую воблы половить. А дальше видно будет, как быть. За полчаса поймал первую рыбку. Дядя Толя. Дядя Толя. Дядя Толя. Продолжение следует... Продолжение следует... Ой, дядя Толя... Прогуляемся... Да я же знал, что вас слушать нельзя... Опять повелся... Ой, е-мое... Зато небо, смотрите, как вы чистое, ни одного облачка нет вообще... Это небо голубое... Небо голубое, да... Ой, е-мое... Посмотришь природу... Пошлите назад, я уже понял, что не будет никакой дороги... Мы уже сколько прошли? Думетров сто... Ну мы бы уже бы дошли бы... А туда семьсот... У меня уже ноги ломит сто... Давай я куртку понесу, она тяжелая... Да мне не тяжело, просто зачем такой круг давать, я вот этого понять не могу... Прогуляемся... Ага... Прогуляемся... То у вас, блин, сосула не поднимешь... То прогуляемся... Вот это, да, ваша дорога? Да... Которая все равно идет в ту сторону, а нам в ту... В противоположную... Не... Все нормально... А все нормально, да? То, что мы идем вдоль берега, от нашего места стоянки в другую сторону, это нормально, да? Отлично просто... Е-мое, прикиньте, мы вон там, где деревья... Он там вдалеке... Да что ты гонишь, что? Стоим... И мы почему-то идем вообще в другую сторону... Вообще в другую... Классно вы здесь тропинки, все знаете... Да... Офигенно... Ага... Не пойду... Там мы ушли далеко... Там мы ушли далеко... В общем мы должны были пройти вот так... А пошли вот так из-за него... По итогу он пошел через кушары... А я иду обратно... Весь этот путь... Классно... Ну что, вот такая рыбалка получилась... Прикольная в своем роде... Такая фоторыбалка... Больше, конечно, на камеру снято... Чем поймано... Но все равно... Мне лично понравилось... Мне было очень интересно... И за самами за этими наблюдать... И за судаками... Саму пофигу... Сами все видели... Я ему и поднос совал... И пучок червей... Тут же налетала мелочь... Обдирала... Потом ему пол воблы пихал... Прям под нос... Вообще ни на что не реагирует... Лежит просто и все... Вот так вот... И судаки тоже... Вроде бы интересуются приманкой... Дернется... Раз остановился... Дернулся... Раз остановился... Вот и все... Только штучки три где-то поймал... Таких самых дерзких... Которые кинулись все-таки... А по итогу поклевок пять всего в общем было... Те что не зацепились еще... Ну вот так вот короче... Рыбу почти всю там съели... Пожарили... Уху сварили... Дядя Толя только одного сазанчика забрал еще... Домой... И все... Вот такая вот рыбалка... Жериха нет... Непонятно... Обмелела очень сильно... За те три дня что я там был... Еще вода упала очень сильно... Может быть и в этом причина не знаю... Там... Кто на лодках катается тоже... Нифига не поймали толком... Но... Зато... Воблы половили вдоволь... Один день... А потом вот приехали вот эти вот... Наставили удочек... Ребята... И перестало даже в облак клевать... Они просто ловили с кормушками... Вот с такими огромными... А я тоже когда первый день же прикормил... И сразу клев прекратился... То клевало... Клевало... Прям без остановки... Зачем я вообще прикармливал... А они видимо ставят... Эти кормушки бросают... И там же течение... Вымывает оттуда эту фигню... По течению несет... И рыба за ней... Уходит туда куда-то вниз... И вообще короче клево нет... Сейчас посидели немного... Тоже попробовали на удочку... Опять с удочка я там попробовал... Пособлазнял этим балансирчиком... Нифига вообще... Никакой реакции... Решили уже ехать домой... Чтоб потом по темну по трассе не ехать... Вот такая в общем рыбалка... Ничего... Сейчас еще чуть-чуть похолодает... Думаю жерик все-таки пойдет... Отправимся... Ловить его... Палатка с печкой есть теперь... Так что... Вообще ништяк... Все... А вам спасибо за внимание... Ждите... Что-нибудь еще придумаю интересное... Такого плана знаете... Нестандартного... И сделаем какую-нибудь интересную рыбалку... А я домой... Все... Всем пока-пока... Увидимся на следующей рыбалке...